Друзья, всем привет! Сегодняшнее видео у нас будет об автомобиле Соединенных Штатов Америки. На наглядном примере я вам покажу, сколько стоят автомобили, так как посмотрим здесь несколько автомобилей в самых разных ценовых сегментах, которые уже были выгнаны США в Республику Беларусь. В общем, обратился я в такую компанию, как West Motors. Они занимаются именно автомобилями Соединенных Штатов Америки. И, собственно, представитель компании Казимир. Добрый день! Собственно, интересует вопрос, вообще, насколько дешевле обходятся автомобили, которые выгоняют из Америки. Вот если, например, я захочу выгнать автомобиль Соединенных Штатов Америки, сколько он мне обходится, насколько дешевле? Средняя его цена? Я понял. Смотрите, выгода, если пригонять автомобили Соединенных Штатов, достигает порядка 40% от рыночной стоимости. 40%? Также, например, у нас есть несколько тут примеров. Это первая, это Шевролей Камара. Вот непосредственно данная модель, которая здесь представлена. Сколько она стоила при Казимире из Америки Штатов? Сколько она будет стоить уже с доставкой сюда? Смотрите, автомобиль, такой, например, как Шевролей Камара, в Минске обходится под ключ по льготной растаможке в районе 15 тысяч долларов. В Штатах на страховом аукционе цены варьируются от 7 июля. Ну, например, если знаете цены, что за них просят здесь? В Минске порядка 20 июля. Друзья, подошли мы к такому автомобилю, как Шевроле Малибуд 2016 года. Он тоже был пригнан Соединенных Штатов Америки, пригнан, восстановлен. Я понимаю, тоже были какие-то небольшие повреждения. Цена? Цена вопроса непосредственно с доставкой в Республику Беларусь? Цена вопроса непосредственно этой машины. Она обошлась владельцу в 10 с половиной тысяч долларов с ремонтом совсем. Правда, он немножко вот доработал, поставил новые диски, поэтому все 11. Но, тем не менее, это не обязательно. Ну, а вообще низ рынка, что можно пригнать в Соединенных Штатов Америки? В Соединенных Штатов цены начинаются... Ну, вообще, в Минске по льготной растаможке вот 9 с половиной тысяч. В США они уходят по 3-3 500. Это по ставке аукциона. Доставка от полторы до двух тысяч долларов? От полутора до двух тысяч долларов, да, в зависимости от локации и местонахождения автомобиля. Также интересует вопрос сохранности автомобиля. Образно говоря, паром утонул этот, и все, и нет машины. Что будет? На самом деле, это не проблема. Есть возможность себя обезопасить и застраховать автомобиль на случай полной утраты. А стоимость? Полтора процента от стоимости лота. От лота, который непосредственно в США был следом. Также еще по поводу льготной растаможки. Это лица подходят, это которые многодетные родители и инвалиды. Первая, вторая группа. Друзья, подошли мы к автомобилю такому, как i3. Это электромобиль. Также я знаю, i3 есть и с бензиновым бензогенератором. Что-то в этом роде, если я не ошибаюсь. Но это он и есть. Здесь двигатель? Да, да. Здесь небольшой такой генератор на 0,7 двухцилиндровый. Он, скажем так, небольшой помощник. Если закончится электричество, он всегда дотянет. То докуда-то доехать можно. Вопрос такой. Например, если рассматривать такой автомобиль, то на него растаможка не отменена, потому что все-таки есть бензогенератор. Нет, отменена. Он рассматривается как электромобиль. То есть можно даже с бензиновым вот этим генератором взять без растаможня, ну полностью без таможня. Да. И что касается цены, опять же, года и цена. Что касается цены, цены начинаются от 12,5 тысяч долларов. Это имеется в виду год 2014. Более свежие автомобили, естественно, стоят немножечко дороже. Многое также зависит от комплектации, но все равно в 12500 можно взять очень достойный вариант. Ну если мы рассматриваем автомобиль, например, 2014 года, например, там градация аккумулятора, сколько процентов реальных остается, как правило? Потому что многие пишут, что электромобиль, и вообще в целом это такая вещь, которая бушная. Батарея подвержена деградацией. Смотрите, в любом случае автомобиль на батарее проедет в районе 110-120 километров. И что касается версии Rex с двигателем, это еще 100 километров на бензине. То есть, в принципе, 200 километров? Грубо говоря, да, грубо говоря, суммарно 200 километров вполне. Ну и на сколько процентов аккумулятор все же, как правило? Не сильно, не сильно. До 10%? До 10% за редким исключением. Друзья, сейчас прокатимся на Тесле Мобил 3 2018 года. Вообще, вот что касается аккумулятора, на сколько хватает? Вот именно в Мобил 3, вот в данной версии. Ну, здесь все проще, вот смотрите. 226 километров, и это, я бы даже сказал, порядка половины батареи. То есть, здесь прямо на 400 километров. Но цена данного автомобиля под ключ в Республику Беларусь приблизительно 25 тысяч долларов. Да, Мобил 3 это приблизительно 25 тысяч долларов со всеми расходами и с последующим ремонтом. Ну и как мы с тобой обсуждали, 2013-14 года автомобиль можно найти порядка 18 тысяч. Да, но это уже будет Model S. Ну, понятно, более старая, более меньшая емкость батареи. Аккумулятора. И у нее на сколько пути хватает? Ну, в среднем. Ну, опять же таки, что касается Тесел, они все довольно-таки дальнобойные. Угу. То есть, ну, для города более чем. Что касается еще, есть ли головная боль у нас в Белоруссии по зарядке данных автомобилей? Именно электро? Нет, такой головной боли нету. Всегда можно найти. То есть, на самом деле, сейчас всех зарядок этих достаточно много? Да, всегда можно найти место, всегда можно зарядиться. А что по зарядке, по времени на быстрой зарядке? Ну, если оставить, допустим, на Бересте, то за пару часов зарядите и поедете по своим делам. То есть, в принципе, пару часов зарядили и под 400 километров пробега у вас? Ну, 400 не будет. Ну, скорее не такое. Можно очень динамично поехать даже по своим делам. А вот именно в данной модели разгон до 100 не в курсе? Порядка 5 секунд. Это стандартный рейндж. Ну да, прилично разогревается. От обычной розетки дома. Банально приехал домой зарядить, возможно? Да, возможно. Но уже время зарядки будет достаточно продолжительным, да? Ну, можно поставить на ночь и утром поехать на работу. От зарядки обычная она зарядится до 100%? Да, почему нет? Да, почему нет? Кстати, обслуживание электромобиль как такового не требует. Нет, здесь даже тормоза, если отпустить педаль газа, машина останавливается сама, потому что идет рекуперация и она забирает энергию на торможение, то есть даже колодки не надо так часто менять, как машина с того веса. Ну а на дальние поездки пробовали на ней ездить? Ну на дальние, смотря на сколько дальние поездки. Ну хотя бы 200-300 километров. Я лично не пробовал, но я не вижу никаких ограничений, чтобы поехать в такую поездку. То есть дальность хода 400. На самом деле в интернете уже хватает обзоров, где те же Тесла Киевс сервис ездили на дальние. Ну вот у нас в Белоруссии, например, в Минске, да, в последнее время я действительно вижу зарядки, ну зарядные станции, заправки. А вот вопрос в другом, на периферии как дела обстоят, ну например, если поехать куда-то, Гомель, Брест. Чтобы ехать в Гомель или в Брест, нужно убедиться, посмотреть в интернете, есть ли там зарядки. В наше время я не думаю, что... Но в Минске их достаточно много, на самом деле. На самом деле. Друзья, важная информация. С 17 апреля 2020 года по 31 декабря 2021 года отменены таможенные платежи на электромобили. То есть теперь можно пригнать электроавтомобиль без таможенных платежей. Что же касается машин с ДВС, там все без изменения. Автомобили есть под животную растаможку. Это круг лиц попадает под это инвалиды второй группы, инвалиды первой группы, также многодетные родители. Они могут растаможить машину с 50% скидкой.